В конце прошлого века Французская Академия Наук, рассматривая факты падения метеоритов, категорически заявила «Этого не может быть! Камни с неба падать не могут!» Та же Академия Наук обругала и обвинила в шарлатанстве учёного Мессмера, открывшего магнитотерапию. Не признала и высмеяла громоотвод Франклина и противовоспалительную вакцину Дженнера, а паровой котёл Фултона обозвала утопией. Чуть позже академики всё той же Академии выгнали из зала самого Эдисона, когда услышали живой голос из изобретённого им фонографа. Прообраз магнитофона был признан дьявольскими проделками. А в конце своей жизни уже великий Эдисон точными математическими расчётами доказывал, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны в принципе. Братья Райт не знали об этом и построили самолёт. Знаменитый Герц, один из создателей электричества, утверждал, что использовать электросигналы для передачи информации нельзя, так как препятствия их ослабляют. А мы сегодня имеем радио, телевидение и интернет. Гениальный физик Резерфорд, исследователь атомного ядра, был уверен, что атомная энергия не может иметь практического использования. А когда известный русский хирург Пирогов потребовал, чтобы врачи оперировали в белых, прокипячённых халатах, ибо их обычная одежда может нести опасные микробы, коллеги упрятали его в сумасшедший дом. Через три дня, правда, выпустили, не найдя нарушений в психике. Каждый школьник знает закон ОМА. Но мало кто знает, что за своё открытие ОМА не только выгнали с работы и объявили сумасшедшим, но ещё 20 лет не допускали в науку. Та же участь постигла и Рудольфа Янскова из Праги, открывшего четыре группы крови. Его тоже объявили помешанным. Когда же доктор Ландштайнер доказал правоту Ландского, то получил Нобелевскую премию. Даже рукопись Ньютона много лет пролежала в архиве королевского общества. А известный физик, лорд Кельвин, сам первооткрыватель многих законов, назвал надувательством все опыты с рентгеновскими лучами. Из подобных смертных приговоров состоит книга в 400 с лишним страниц. Оценка выдающихся событий была зачастую столь ошибочной и враждебной, что убивала не только идею, но и её создателей. Сегодня трудно поверить, что когда-то английское королевское общество отказалось даже опубликовать доклад Джоуля и Майера о термодинамике. И Майер, не выдержав насмешек ученых-коллег, выбросился из окна. Не так давно покончил с собой не вынести отравли пущинский ученый, создатель искусственной голубой крови, профессор Белоярцев. В результате искусственная, безопасная от СПИДа кровь изобретена не у нас, а в США. Становится понятно, почему великий физик Макс Планк с такой горечью писал. Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают, но чаще так, что эти противники постепенно вымирают, а новое поколение усваивает истину сразу. Увы, это не утратило силы и в наши дни. Мне приходилось сталкиваться с многими очень крупными учеными и дискутировать с ними на разные такие, ну, животрепещущие темы. Я убедился в том, что здесь в значительной степени действует страх. Дело в том, что они чувствуют, что что-то не так в том, что они излагают. И когда появляется новая идея, которая в корне перечеркивает все их взгляды, то, естественно, появляется страх за свое место, за свое кресло. Один мне ученый прямо сказал, что же вы хотите, чтобы все, чего меня учили, чему я учил других, чтобы это все выкинуть за борт. Говорит, я не могу пойти на это, меня не простят мои коллеги.